Сотрудникам Министерства обороны и Минфина, обвиняемым в коррупции, сегодня вынесли приговор. Военный суд по уголовным делам огласил вердикт в отношении 11 казахстанцев, замешанных в получении взяток на общую сумму около 70 миллионов тенге. К различным срокам лишения свободы, помимо сотрудников оборонного ведомства, приговорены также один сотрудник Минфина, покрывавший преступников, и шестеро предпринимателей. Самый большой срок получил бывший заместитель начальника Главного управления Материально-технического обеспечения Вооруженных сил Казахстана подполковник Тулемис Жумказиев. Он осужден на 12 лет колонии с конфискацией имущества. Дело вызвало такой интерес у прессы, что в зале суда некуда было поставить видеокамеру, и из-за этого даже произошла небольшая потасовка. Руки свои уберите! Вы что стоите? Убирайте людей! Уберите прессу назад! Потом мы успокоимся! Убирайте прессу! После оглашения приговора в суде составился брифинг, где было подробно рассказано о преступной схеме в Министерстве обороны. Признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере от предпринимателей за признание их победителями в конкурсе государственных закупок по оказанию услуг в организации питания личного состава столовых воинских частей Вооруженных сил на период с августа по декабрь 2016 года.